Музыка Гипертоническая болезнь – заболевание сердечно-сосудистой системы. Главным ее проявлением является стойкое повышение артериального давления. На протяжении многих лет оно может никак себя не обнаружить. Процесс протекает незаметно. Внезапно заболевание может проявиться сосудистой катастрофой в виде инсульта, инфаркта, миокарда, сердечной и почечной недостаточности. Поэтому врачи советуют знать и периодически измерять свое кровяное давление, даже если вас ничего не беспокоит. Следует отметить, что то, что выше 140 и 90, уже можно назвать артериальной гипертонией. И больным, или же уже здоровым, который не считает себя больным, следует обратиться к врачу на прием. Так как существует такая статистика, что 49% всех смертельных случаев именно приходится, основной причиной – это сердечно-сосудистые заболевания. Многие, и также существуют еще и косвенные признаки, которые должны насторожить все наше население. Если очень часто и длительно на протяжении какого-то времени беспокоят головная боль, головокружение, мелькание мушек перед глазами, одышка, сердцебиение, дискомфорт в груди, следует также обратиться к врачу, так как это может происходить на фоне повышения артериального давления. Существуют факторы риска развития гипертонической болезни – избыточный вес, употребление жирной и соленой пищи, курение. Большое влияние имеют психоэмоциональные факторы, малоподвижный образ жизни. Причиной заболевания также могут стать сахарный диабет и наследственность. Дневная и утренняя гимнастика, оздоровительная физкультура, работа на приусадебном участке помогут предупредить заболевание. Также необходимо бороться со стрессовыми ситуациями. Но эта борьба должна осуществляться не нашими обычными способами, как курением, алкоголем, а занятиями более приемлемыми для снятия стрессовых ситуаций. Это занятия йогой, также физическими упражнениями и аутотренингом. Гипертоническую болезнь, как и любое хроническое прогрессирующее заболевание, легче предупредить, чем лечить. Поэтому профилактика гипертонии является задачей первой необходимости. Правильный образ жизни и регулярные наблюдения у врача-кардиолога помогают отсрочить или смягчить проявление гипертонической болезни, а зачастую даже совсем не допустить ее развития. Продолжение следует...